Григорий Белягов пришел на прием к депутату с идеей создания волонтерского проекта. Вместе с друзьями он помогает бездомным животным. Сейчас возник вопрос, как зарегистрировать организацию и официально получать благотворительную помощь. Без компетентной поддержки здесь никуда. Сейчас палата представителей подготавливает закон о зоозащитной деятельности. Вера Владимировна выслушала нас, приняла наше предложение, сказала, что будем на связи. Она пригласит нас на общественное обсуждение и будем вместе сотрудничать в сфере зоозащиты. Единый день приема избирателей проходит в Бобруйске впервые. Такая форма взаимодействия объединяет депутатов всех уровней и позволяет полноценно отвечать на вопросы жителей. В основном темы касаются работы жилищно-коммунального хозяйства. Принимают и без записи. Инициатива в будущем может закрепиться и стать регулярной. Мы принимали избирателей в разных точках нашего города. Считаю, что такие дни оправданы. Каждый житель, я уверена, будет удовлетворен. И те запросы, которые на сегодняшний день были озвучены гражданам, будет с нашей стороны предпринято все для их реализации и решения. Одни вопросы решаются на месте, другим требуется время. Но ни одно обращение не остается без внимания. Депутатам поступало немало предложений по обновлению устаревших детских площадок. И вот уже весной закипит работа. В городе появится 9 современных комплексов. Прототип проекта в городок на проспекте Георгиевском, который установили летом прошлого года. Основное видение со стороны депутатов – это дать возможность жителям города, микрорайонов, там, где проживает большое количество детей, обновить в первую очередь эти площадки. Они будут обновлены за счет областного бюджета, но каждый житель города может сам тоже поучаствовать. График приема избирателей можно найти на сайте Бобруйского горосполкома. К слову, с этого года изменился порядок подачи электронных обращений. Теперь отправлять запрос необходимо через единую интегрированную республиканскую информационную систему. Доступ к ней бесплатный.